В Китае 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 где мы окажемся, не когда-то, а через 10 лет. Век углеводородов закончился, цена будет 30, 40, 50, 60, неважно сколько. Мы будем очень серьезно отставать, если мы не изменим общественную концепцию нашего подхода к тому, что происходит в мире. Теперь второе, что касается бизнеса. Я расскажу здесь про себя, наверное, самое лучшее. Мы очень сильно гордились тем, как мы серьезно продвинули за последние годы. Мы инвестировали колоссальные деньги. Наши партнеры могут сказать, что мы крупнейшие в стране, айтишники. Сбербанк – это 10% российского рынка айти. И мы бежим семимильными шагами, и мы видим, как мы не успеваем. И вот когда мы закончили централизацию, мы получили премию мировую за самый крупный, самый быстрый проект централизации айти-инфраструктуры в мире и так далее. Очень гордились. Как только мы это закончили, мы пришли к выводу, что мы абсолютно неконкурентоспособны. Это был ужасный вывод для меня лично, это был удар просто. Почему я все время говорю о том, что мы не конкуренты с банками? Мы сделали очень хорошую систему банковскую. И, ну, это я вам приведу цифры. Мы создали Сбербанк технологии 6 лет назад. Сегодня Сбербанк технологии – это 6 с лишним тысяч программистов. Это 80% айти, которые мы делаем для себя сами. Мы делаем сегодня, в прошлом году мы сделали 27 тысяч изменений нашей платформы в год. Для сравнения, 5 лет назад мы делали примерно 600-800 изменений. В этом году мы сделаем 41 тысячу изменений нашей платформы в год. Если посмотреть на банки, мы в шоколаде, все в порядке. Если посмотреть на вот этих ребят, всех, да, Amazon, Google и так далее, и так далее. Amazon делает 10 тысяч изменений своей платформы в день. 10 тысяч в день и 40 тысяч в год – это несопоставимые вещи. Time-to-market часы и time-to-market месяцы, которые у нас сегодня, – это неконкурентоспособная история. И мы для себя принимаем решение о том, что мы уходим в прорыв вообще, мы меняем целиком всю нашу платформу. Мы покупаем маленький пакет акций в компании российско-американской компании, которая выиграла тендер, мы полгода его проводили. Она выиграла тендер у Oracle, у IBM и так далее, у всех. И ее производительность, ее платформы оказалась на порядок, ровно на порядок выше, чем у этих крупнейших компаний. Это удивительно, 60 программистов ее делают. Это open-source платформа со всеми элементами, cloud-based, machine learning, deep machine learning и, в конце концов, artificial intelligence. И это все мы будем делать сами, потому что это open-source платформа. Это, конечно, колоссальный вызов для нас. Все это будет построено на agile. Наши люди все сидят в технологии agile, потому что по-другому бы такого рода объем сделать нельзя. Как только мы это сделали, в общем, выдохнули и поняли, что дальше мы не полетим. Потому что agile в IT – это ничего, если у тебя нет agile всей организации. Все процессы должны быть перестроены. Те, кто не освоит agile сегодня в текущих бизнес-процессах, будут лузерами завтра. Мы поняли, что нам нужно поменять все наши процессы. И это вызов ничего себе. Как только мы это осознали, мы поняли, что третья задачка, маленькая, это нам самим себя нужно вывернуть наизнанку, потому что мы абсолютно не готовы к этому, требуют совершенно другие принципы людей. Принципы коллаборативности. Другая культура работает. Горизонтальная культура. А в нашей стране горизонтальная культура не работает и не воспитывает нигде. У нас очень сильно развита культура доминирования, подчинения и доминирования. И в новый век с такой культурой не войти. И это колоссальное культурное изменение, которое нам нужно сделать внутри компании, внутри каждого из нас, перейдя на другой уровень общения. Вот я сюда пришел, порадовался. Один из рукодель крупнейших хитхантерских компаний сидит на ступеньках, ноги под себя подобрал. Вот примерно то же самое, что мне приходится делать в моей компании, потому что мне нужно менять все. Мне нужно менять самого себя. Да если я сам себя не поменяю, ничего в компании не изменится. И нужно будет поменять весь топ-менеджмент. Теперь по поводу того, что экспорт вооружения у нас растет, экспорт IT и так далее. Знаете, самый страшный наш экспорт, и самый большой наш экспорт, который надо остановить, это экспорт мозгов. Мы не считаем, сколько мы экспортируем в год. Но это я боюсь по объему потерь самое большое количество того, чего мы экспортируем. Экспортируем безвозвратно, к сожалению. И вот это, конечно, ситуация там, в которой нам нужно очень-очень серьезно поработать, очень-очень серьезно подумать. Я думаю, что вот эти вещи, такие как скорость, масштабы, потому что ни одного государства, ни одного человека, и ни одной компании не останется вне этой технологической революции, это нужно осознать. И системные последствия для всех, без исключения, кто хочет остаться в тренде, не хочет быть дауншифтером. Можно будет остаться в стране, для этого не надо будет уезжать в Индию, просто дауншифтеров мы будем видеть здесь. Если мы не хотим остаться страной дауншифтером, нам нужно, конечно, начинать очень быстро бежать в эту сторону. Спасибо большое.